В авангарде своей отрасли и в центре жизни губернии. В конце прошлой недели Светлодольск стал местом встречи для сотрудников акционерного общества Самара-Нефтегаз из Сергиевского и Похвестневского районов. В торжественной обстановке здесь отметили свой профессиональный праздник и честовали лучших из лучших. Нефтяники всегда отличались высоким профессионализмом. Нефтяники всегда отличаются огромной работоспособностью, переживанием за свое производство, за свой коллектив. И так получается, что мы заботимся не только о себе, не только о родном предприятии, но мы и вносим огромный вклад в развитие всей страны, всей России. Ведь топливно-энергетический комплекс до сих пор продолжает вносить значительную часть в бюджет всего государства. И от этого зависит и благосостояние всей страны, и ее обороноспособность, ее суверенитет. За 86 лет своей истории предприятием было добыто более 1 миллиарда 200 миллионов тонн нефти. А его производственная география охватывает не только Самарскую, но и Оренбургскую области. Здесь многого добились и уверенно смотрят в завтрашний день, уделяя внимание новым технологиям, сохранению экологии и собственному развитию, от которого напрямую зависит будущее малых территорий. Нефтяная отрасль бесспорно является гарантом экономического развития страны в целом, а компания «Самарнефтегаз» гарантом экономического развития Самарской области, ну и Сергиевского района в частности. То у Сергиевского района «Самарнефтегаз» выстроена ответственная социальная политика, и «Самарнефтегаз» несет большие социальные обязательства. В этом году на территории Сергиевского района с огромной помощью «Самарнефтегаз» реализуется крупный проект, который включает и строительство нового детского сада, и капитальный ремонт школ. И за все это слова огромной благодарности предприятию, и, конечно же, вам, работникам, которые ошляют деятельность на этом предприятии. Ну а помимо официальной части, на сцене в этот день происходило главное таинство. Ведь здесь честовали лучших из тех, кто выбрал профессию нефтяника. 36 сотрудников «Самарнефтегаза» были отмечены федеральными, областными и корпоративными наградами. Благодарности и почетные грамоты были вручены и от имени главы муниципального района Сергиевский, а также профсоюзных организаций различного уровня. Среди поднявшихся на сцену за дипломом о занесении на доску почета предприятия был Владимир Коршиков, который работает в компании уже 18 лет. И за это время успел создать целую рабочую династию. А с чем связана ваша работа? Какая профессия? Мы смотрим оборудование, как работает, ремонтируем его и подаем нефть государству. Тяжелая работа? А где сейчас легко? Согласен. А у вас в семье есть династия? Единственный человек? Нет, я еще. Сын у меня работает. Два сына. Один диспетчером, а один оператор по исследованию. По-мужски скупо поделился своими эмоциями и Сергей Руднев, отдавший профессии нефтяника уже 25 лет личной трудовой биографии. Вы только-только что пришли, вернулись со сцены с этой высокой награды. Расскажите, а какие у вас впечатления сейчас? Ну как, впечатления? Раз наградили, значит, заслужил награды. Это первая ваша награда? Каждый год? Нет, не каждый год. В 17-м, по-моему, последний раз еще получил. А работа с чем у вас связана? Можете чуть-чуть рассказать о том, что вы делаете? Ну как, обслуживание нефтяных качалок, транспортировка нефти. В семье есть династия? Нет, в семье нет. То есть вы один? Один, да. Нет, жена учитель, сын по контракту служит. А живешь в каком поселении? С села Сидоровка. Сегодняшний день хотел бы поздравить всех с этим хорошим, я считаю, праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, успеха в этом нелегком деле. В первую очередь хочется пожелать семейного благополучия, чтобы компания «Роснефть» процветала. Что всегда все, всеми, у всех было все хорошо, счастье, благополучие все. Высокий статус мероприятия подчеркнули и творческие гости из Самары, Тольятти и других районов губернии. Праздник продолжался до позднего вечера, а на следующий день у нефтяников продолжились трудовые будни, от которых зависит не только благополучие всей отрасли, но и будущее нашей страны. Вячеслав Антонов и Антон Иванов. Служба информации «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова